Всем привет! С вами Игорь и вы находитесь на канале Ультравыхлоп. Очень много вопросов ребята задают по поводу того, как выбрать сервис, для того, чтобы вас не накололи, не нагрузили работами. Я расскажу 5 способов, как правильно выбрать сервис. Первое, с чего вы должны начать, это с сайта. Посмотреть на сайт компании, потому что если это лендинг, это сделано на коленке за 5 минут и, скорее всего, компания сырая. Есть ли организация на Яндекс.Картах, на Гугл.Картах? Это все относится к сайту. Насколько там много страниц, насколько там все понятно интуитивно. Если вы на рынке долго, вы вкладываете деньги для того, чтобы было для пользователей максимально понятно. И, соответственно, выбирайте сайт. Второе, что необходимо посмотреть, это отзывы. Если отзывы меньше 3,5, я лично не еду в такой сервис или куда-либо. Если организация на Яндекс.Картах имеет 4 звезды и выше, то это очень хорошо. Это говорит о том, что, ну, действительно, люди работают, люди работают качественно, правильно и грамотно. Также смотрите на те отзывы, которые написаны там 2 года, 3 года назад. Да, это тоже важно. Третье, специализация. Если вы едете на ремонт глушителей, то не стоит ехать в автосервис по коробкам. Это логично. И наоборот, если вы едете ремонтировать турбины, то не стоит ехать к тем людям, которые занимаются подвеской. Поэтому выбирайте специализированные сервисы, там вам окажут более грамотную, качественную помощь. И мы переходим к четвертому пункту. Это правильные грамотные диагностики. На примере ремонта глушителей я вам хочу сказать, что очень многие сервисы пренебрегают диагностикой. Например, вы приезжаете на замену гофры, вам предлагают ни с того ни с сего заменить еще часть выхлопной системы, так скажем, в довесок, вдобавок, чтобы у вас все было хорошо. Правильные, качественные сервисы, они проведут первоначально диагностику. Диагностика может быть компьютерной, диагностика может быть эндоскопом, диагностика может быть, если по катализатору, противодавлением. Вот так вот на глаз вы приехали и вам сказали поменять что-то. Ну, это не совсем корректная, правильная диагностика. И последний, пятый пункт, который я вам желаю соблюдать, это присутствие в ремонтной зоне. Даже у официальных дилеров может пойти что-то не так. Если ремонт не занимает там двух, трех дней, а вам сказали, что ремонт занимает час, два, три, лучше проведите это время в сервисе. Именно эти пять пунктов позволят вам сэкономить ваши деньги, время и нервы. А в нашем сервисе по тюнингу и ремонту выхлопных систем делаем диагностику, мы проводим бесплатно консультации. Если вы хотите, вы можете обратиться по ссылкам в описании, любым удобным способом связаться с нами. Мы всегда открыты и рады вас видеть. У нас все мастера профессионалы своего дела, и вы можете быть уверены, что в ультравыхлоп вам сделают машину на все пять. За нашими плечами около пяти тысяч проделанных автомобилей. А какие это автомобили по тюнингу, вы можете посмотреть вот здесь вот. Если вы считаете, что это видео вам полезно, ставьте лайки, а также пишите свои способы выбора сервисов в комментариях. С вами был Игорь и Ультравыхлоп. Всем до новых встреч. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok